МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С которыми периодически сталкивается каждая семья – это энтеровирусы и это гельминтоз. Вот давайте по порядку. Мы когда готовились к программе, мы подумали, что энтеровирус – это самая актуальная тема, что вот сейчас, летом, максимально она интересует родителей, потому что сталкиваются с этим. Это действительно так? И есть ли какая-то сезонность у этого заболевания? Да, это действительно так. Так, энтеровирусная инфекция – это, как им сказать, комплексное такое заболевание, причина, в основе причин, которые являются несколько видов вирусов. И для них как раз сезонная часть – лето и осень. Вот, значит, этих вирусов достаточно много, где-то около 70 видов. И человек, о вирусах начался, коротенько скажу, человек, перенесший вот эту энтеровирусную инфекцию, данного, допустим, вида, приобретает стойкий пожизненный иммунитет одного типа. Но это не говорит о том, что он не заболеет энтеровирусом другого типа. Остальных 69, да? Да, остальных 69. Вот, вот в чем здесь вопрос. Значит, да, это сезонное заболевание, чаще всего болеют деточки, где-то от 3 до 10 лет. Вот, ввиду того, что у них еще и иммунная система несовершенна, и бороться организму очень тяжело. Если говорить о протекании заболевания, то есть что это за заболевание, что оно собой представляет? Что оно собой представляет? Энтеровирусная инфекция, как я сказала, это такое неоднозначное комплексное заболевание. Заболевание. Вирусоноситель – это, значит, человек, который или перенес эту инфекцию, и еще в кишечнике вот эти вирусы, еще они там находятся и выделяются во внешнюю среду. Вот, это называется вирусоносительство, потому что вирусоносительство, оно может, ну, довольно-таки не короткое время еще протекать. Протекает даже в скрытой форме, да, получается. Да, 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 в скрытой форме. А вирусоносительный у них в клинике нет. Вот. Клинический человек, в принципе, ничем не проявляется это. От пяти и выше месяцев он может выделять вот этот вирус. То есть, по сути, столкнуться с этим может любой? Любой человек, любой человек. Но восприимчивость, конечно, ну, у детей она более, как говорится, подвержена. Подвержены дети, да, нежели взрослые, потому что взрослые тоже подвержены. Но все зависит от макроорганизма, то есть от иммунной системы, правильно? Вот. Так что, значит... А симптоматики? Симптоматики. Да, но тут мнение, что многие родители даже путают энервирусы с простудой. С простудой. Энервирусы. В зависимости от того, какая часть, допустим, поражена, идем сверху вниз. К примеру, значит, может быть проявление в виде просто конъюнктивита. Конъюнктивита односторонний, двусторонний. Слезотечение, опухшие глазки, может быть кровоизлияние. Это тоже один из. Потом рот, ротовая полость в виде энтровирусной ангины. Значит, покраснение горла. Могут быть такие катаральные высыпания, которые они проходят бесследно. Это потом одна из форм тоже, это кишечная форма. Кишечная форма. Кишечная форма. Есть мышечная форма, когда, знаете, вот озноб такой вот берет, прямо у тебя все ломит. Вот. И также энтровирус действует еще и на нервную систему. То есть могут и энцефалиты, и менингиты быть. Вот. И в зависимости, ну, общая симптоматика, общая, я сейчас скажу, это температура, интоксикация. Что такое интоксикация? Головная боль, слабость, недомогание. Значит, если, значит, кишечная форма, расстройство, оно может быть как при температуре, так и без температуры. Кстати, этот вирус еще может давать как волнообразная температура. Вот оно может быть несколько дней температура, а потом она куда-то делась. Она куда-то делась. Потом через несколько дней она опять появляется. Такое может быть. Вот. И прошу прощения, вот перечислили все эти симптомы. 8% из них очень схожи с симптомами простудного заболевания. Как родителям дома, допустим, отличить простуду? Родителям дома отличать ничего не надо. Родителям нужно отличать ребенка больного, а здорового. И когда ребенок заболевает, вот первое, что могут сделать родители, это когда при температуре, ну, они дать жаропонижающий и обильное питье. Когда заболевший ребенок, вот он не ест, мама не должна за это переживать. Вот если он не пьет, пусть мама за это переживает. Это один момент. А вот вы перечисляли различную симптоматику и причины, да, то есть энтеровирус, где это может быть. Это анализ только может показать, да, в чем конкретно? И лечение будет от этого отличаться? Нет. Она, нет. Смотрите, анализ, смотрите, энтеровирусная инфекция, как таковая, специфического лечения, вот специфического лечения у нее нет. То есть там лечится симптоматика, температура, жаропонижающая, обильное питье, там, диссисимберизирующие, то есть те симптомы, которые есть, лечатся. Что касается лабораторно, да, но на лабораторное обследование, там, антитела и сам вот этот вирус, на это уходит определенное количество времени, а мы должны лечить. Конечно, диагностически его можно, в смысле, лабораторно диагностировать его можно, но чаще всего лечим клинически. Ну и главное, конечно, обращаться к врачу. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и далее продолжим полезный для родителей разговор. Продолжается программа «Утро-НСТС». К счастью, пауза была недолгой, потому что хочется поскорее расспросить нашу гостью, врача-педиатра высшей категории, Вера Николаевна Лыхенко. Только о следующей теме гельминтоз. Вот я сама уже мама практически с пятилетним стажем, и я подозреваю, что рано или поздно я с этой проблемой столкнусь. И, может быть, даже уже столкнулась и еще об этом не знаю, что тоже не исключено. Это, я так понимаю, еще более актуальная тема. Вот, может быть, вообще о заболевании в целом. То, что не менее, это точно. Гельминтоз – это что? Паразитарное инвазивное заболевание организма человеческого. Чаще всего, не чаще всего, паразитоз… Мы говорим сейчас о детях. Да, да, конечно. Если говорить о детях, то чаще всего паразитов тоже очень много. Но чаще всего детский организм поражает аскориды, острицы, ну и лямблии. Значит, ввиду того, что иммунная система ребеночка, она не настолько совершенна, а вот эта глистная инвазия так себя вольготно там чувствует. Кстати, по Международной организации здравоохранения, ВОЗ, короче, они подсчитали, что 80% – это официально детского населения, у них гельминтоз. Но на самом деле все намного хуже. То есть намного больше. Ну, конечно, безусловно. Безусловно. Смотрите, ребеночек, ну, что вам говорить, они где-то с года, полутора лет и далее, им же все интересно. Экология, сами знаете, какая. Вот, они все изучают чем? Руками и ртом. Конечно. Это ртом, это дети. Естественно, у них, у любого ребенка, защитной реакции у них нет. Если у взрослого человека, взрослого человека, у нас уже иммунная система, она как-то наработана, правильно? У взрослого человека три функции защиты от паразитов. Ну, это так, это сказать. Допустим, попадать в ротовую полость, там уже вырабатывается ферментативная слюна, она, паразит может на этом уровне уничтожен быть. Если он попал, вдруг пробежал, допустим, в желудке, там в кислой среде, там он нейтрализуется. Ну, уже самые такие устойчивые, это уже в кишечнике, там антитела. То есть у взрослого человека три барьера. Три барьера. У ребенка этого нет. У ребенка этого нет. И некоторые родители, вот бывает такое, вы знаете, вот они говорят, не надо лечить, там препараты токсичные, поверьте. Сами гельминты и продукты их жизнедеятельности и распада, они намного токсичнее. Чем препараты, да? Безусловно. Препараты, они даются в дозированной форме, и ничего в этом страшного нет. Вот, а паразиты, они даже, вот я вам расскажу сразу вот симптомы, они, что, как они влияют вообще на детский организм. Во-первых, дети, первое, клинические дети, они могут есть, не набирать весе, они могут, наоборот, у них может быть пониженный аппетит. Вот, они, дети, как правило, еще любят сладкое, а сладкое это для гельминтов прекрасная среда. Вот, потом они, значит, деточки бледненькие, синева под глазами, капризный. Вот капризный ребенок спит, сон у них беспокойный, они крутятся, вертятся. Кстати, аллергизация, вот некоторые дети, вот есть родители, вроде как не аллергики. А у ребеночка, ну вот, на то он дал аллергию, на си он дал аллергию, частые простудные заболевания. Закладывает носоглотку с лизью, появляются вообще аллергические реакции. Но на это же должна быть причина. И причиной, вы хотите сказать, что могут быть гельминты даже в таких случаях? Безусловно, безусловно, безусловно. Вот, смотрите, лечат, лечат горло, лечат. Кстати, часто красное горло, длительно, не проходящее после простуды, вот кашель. И кашляет, и кашляет, и кашляет. Ну как, подкашливает, знаете, вот как подкашливает, подкашливает. Чего же он подкашливает? Тоже должна быть причина. Или наоборот, бывает, когда заболевает, вот вирусная какая-то инфекция, да, заболевает, и у ребенка такой, знаете, лающий кашель, спастический такой, вы знаете, он свистит, хрипит, обструкция такая идет. Это тоже какая-то аллергизация, понимаете? Поэтому нужно лечить всегда причину. И детям хотя бы два раза, ну, во-первых, их надо обследовать, это безусловно. И что касается препаратов противогельминтозных, самостоятельно не советую родителям давать, понимаете? Потому что они давать, и все нужно грамотно. Вообще лечение – это работа, это труд, понимаете? Да, нужно поработать для того, чтобы эти препараты хоть как-то действовали, а ребенок вот аллергизированный, у него там сенсибилизированный организм, аллергизированный, правильно? Мы даем препарат противогельминтозный, а у некоторых, у них много очень часто дискинезии, это застой желчи, понимаете? Она стоит, она для того, чтобы этот, как вам сказать, этот процесс лечения прошел, нам надо желудочно-кишечный тракт немножечко подготовить, то есть где-то 5-6 дней хотя бы подавать определенные препараты, чтобы он начал… Целый процесс. Да, целый процесс, чтобы он начал работать. Потом уже доктор, только доктор должен решать, какой препарат противопаразитарный должен получать ребеночек. И этим самым вы родители, ну, с помощью родителей, вы ребеночка почистите, то есть вы его очистите, и вы его оздоровите. И после этого вот курса вы можете давать ему уже витаминочки, то есть витамины будет принимать ребенок, а не кто-либо другой, понимаете? И хотя бы 2 раза в год. Вот я хочу спросить, не секундочку, вот если в качестве профилактики врач назначает, это нормально? Это нормально, но опять-таки, смотря что и как назначает. Смотрите, вот ребенок, опять вернемся к здоровому ребеночку и… С которым что-то не так, да? Ну, с которым что-то не так, да. Вот, смотрите, ребеночек хорошо ест, хорошенький, розовенький, прыгает, бегает, ничто его не беспокоит, достаточно, ну, как, мама смотрит там за гигиеной. Ну, саму профилактику препаратами, может быть, и не надо давать, но это надо, это индивидуально, я вам не могу сказать. Но действительно, что существует и профилактическое, и лечебное направление, это да. Но учитывая, может быть, как вам сказать, смотрите, я же назвала уже, если у ребенка не болеет часто, опять ест, пьет, бегает, прыгает, то есть развивается по возрасту, и ему, ну, может быть, и не надо давать. А вот если опять же… Медикаментозно. Смотрите, есть клиника, а есть клинические, что мы видим, а есть лаборатория. Паразитов очень-очень трудно определить, потому что, когда, как вам сказать попроще, допустим, вот есть, вот попали они в лимфу, их там много, мы это видим. Они же настолько там, через кровь когда берем, значит, настолько мелки, если там их недостаточное количество, мы их не видим, но это не значит, что их там нет. Мы видим клинические, и поэтому мы можем лечить клинические. Уже порой лабораторные и клинические освещаются. Не всегда, не всегда, и не потому, что там нет, но по ребенку же видно. Вы знаете, вот нормальный, грамотный врач, я считаю, что у ребенка уже, вот он заходит, в дверь его уже видно. То есть здесь нужен все-таки опыт врача в первую очередь. Безусловно, его уже видно. Вот видно прям… И на последок еще один вопрос. Вы сказали, что 8% детей, даже больше, конечно, Это официально. Да, официально болеют. Нет, они не болеют, а… Подвержены, так скажем. Подвержены, просто это тоже зависит от макроорганизма. Некоторые, понимаете, они то, что они находятся там, почти у всех это понятно, правильно? Только у некоторых проявляется, у некоторых нет. Получается, с вашего слова, что оградить ребенка практически невозможно, да? Это мыть руки под 10 раз за день, не позволять ему ничего класть в рот, либо, в принципе, оставить на самотеке просто вовремя. Важно, если вы сильно постараетесь. У вас, извините, скажу, глаза вот здесь вот на затылке должны быть, понимаете? Они же, они же, они только начинают ходить, они же, смотрите, как дети. Он идет, он не видит, он летит. Яма там, бугор там, ровно ли там, он летит. Он упал, он пошел, а песок, им хочется в песочке, не ходят на детские площадки. Не получится. Везде постерегают такие вот маленькие. Ну, единственное, конечно, то, что зависит от родителей, вообще, это то, что гигиену никто не отменял. Понимаете, то, что приучать ребенка с детства нужно мытью рук. Проснулся, умылся, сел за стол, руки помыл. Вышел из туалета, руки помыл. Фрукты, овощи помыл. Понимаете? Основа. Основа. Это уже родители должны поработать над этим. Это минимум, который вы хоть можете, хоть как-то оградить. И потом ребенок все равно относительно, у кого-то больше. Генетика, генетика, но самое главное, питание, режимные моменты и закаливающие вот эти мероприятия. Правильно? Если ребеночек все это проходит, поверьте мне, он все равно, у него, у него уже нарабатывается, вот это все нарабатывается, у него система какая-то, и будет намного здоровее. Ну, в любом случае, далее требуется ответственность родителей, которые, как только заметили, что что-то не так. Она не далее требуется. А в первую очередь? Она в первую очередь требуется. Всегда, говорю, за ребенка, всегда отвечает, ответственность несут родители. Понимаете? Потому что они его все время видят. Ребенок все, ну как, постоянно. Ответственность, как лечить ребенка, если, вот, допустим, назначаешь лечение, то есть назначаешь, а уже дает родители, нет, это на его совести. Понимаете? Если вы приходите к врачу, вы хотите, чтобы врач вам помог, он, безусловно, вам поможет. Вы уже настроены на это. Врач обязательно вам поможет? А как же нет? Ирина Николаевна, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы благодарны, что нашли время и поделиться очень важным опытом для всех наших телезрителей. Продолжаем нашу программу. Засем скоро мы вернемся. Ну а пока прогноз погоды для всех вас.